Голова комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, грубо говоря, по пропаганде, отметил, что серьезного перелома в отношении кампании к российскому законодательству не наблюдается. Что он имеет в виду? Что Ютуб — это злостный преступник и нарушитель российского законодательства? Подождите, подождите. А конкретные факты? У нас должны нарушения законодательства расследовать следственные органы, прокуратура, в суде должны выноситься приговоры. А вы можете конкретно сформулировать, чем Ютуб провинился? Тем, что он вам сапоги не целует, в ножки не кланяется? Именно поэтому вы хотите его заблокировать, товарищ Пушков. Хотя какой вы нам товарищ? Вы не товарищ. Вы настоящий ретроград и душитель свободы мнений, настоящие конкуренции и честности. Председатель комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков предлагает хотя бы для начала на майские праздники в качестве такого намека рассмотреть возможность временного замедления трафика платформы Ютуб из-за неудаления запрещенного контента и цензуры в отношении российских ресурсов. Если есть цензура, предъявите факты. Неудаление запрещенного контента, предъявите факты. О своей инициативе Пушков сказал в субботу ТАСС. Ютуб в пятницу заблокировал 4 видео телеканала Russia Today на английском языке. Каналу в течение недели запрещено вести прямые трансляции. Это то, что у меня было уже 3 раза на моем канале. Было запрещено какие-либо видео выкладывать. Как отмечается в телеграм-канале Russia Today, видео заблокированы якобы за дезинформацию о COVID-19. Роскомнадзор обратился к руководству Google с требованием снять ограничения с YouTube-канала Russia Today. Я выскажу свое личное мнение как председателя комиссии по информационной политике. Внимание! Это противоречащие друг другу слова. Липты высказывают, что это как частное лицо, которое может что угодно делать. В труселях по улице ходить и там, не знаю, пиво выпивать, что угодно. Если ты говоришь, а ты как председатель комиссии по информационной политике, ты автоматически высказываешься как должностное лицо от имени всей комиссии. Так ты как частное лицо или как должностное лицо? Это высокопоставленный наш дипломат, чиновник. Он даже сам не понимает, что несет. На мой взгляд, нужно подумать о временном замедлении трафика YouTube. Потому что все время предупреждать и угрожать, не принимая никаких мер, оказывает расхолаживающее действие. Возможно, на майские праздники. Роскомнадзор, возможно, мог бы замедлить трафик YouTube на какой-то ограниченный период. Например, на неделю. С учетом того, что YouTube не желает серьезно сотрудничать с Роскомнадзором. Серьезного перелома в отношении компании к российскому законодательству мы не видим, считает Пушков. Он добавил, что меры по замедлению трафика можно было бы применить в профилактических целях, чтобы подчеркнуть серьезность намерений Роскомнадзора. Это могло бы сыграть отрезвляющую роль в отношении сетевой компании. Надо сказать, что YouTube идет по порочному пути Твиттера. С 2012 года на платформе YouTube была зафиксирована 71 тысяча материалов с детской порнографией, призывами к экстремизму, суицидальным контентом и другой социально опасной информацией. Причем из них 6 тысяч платформа до сих пор не удалила. Дорогие друзья, попробуйте найти на YouTube хоть один ролик с детской порнографией. Просто попробуйте. С любой порнографией. На YouTube жестко запрещена любая эротика, любой порнографический контент запрещен жесточайшим образом. Просто попытайтесь показать, не дай бог, одну такую картинку, будете заблокированы мгновенно. Просто мгновенно. Если у вас не будет каких-то оправданий, что это, например, вы ввели прямую трансляцию, случайно вылезло какое-то окно, какая-то реклама, вас могут удалить без права какой-либо апелляции. И то, что происходит с той же Russia Today, это как раз и есть работа YouTube по зачистке контента. Между прочим, Алексей Пушков почему-то не говорит, что давайте пойдем в суд, давайте разбираться, пусть YouTube объяснит свои действия. Нет. Мы им приказываем, они должны подчиняться. У нас в Российской Федерации есть такие законы. Помните, совсем недавно вводились, принимались законы о фейковых новостях, о фейковой информации. И по российскому законодательству фейковые новости публиковать запрещено. Нельзя этого делать. Например, рассказывать, что коронавирус изобрели китайцы или американцы. Пока это не было доказано, это считается фейковыми новостями. И если на каналах Россия 24 или НТВ, или Russia Today, или Первого канала рассказывают подобную информацию, это нарушение не только политики YouTube, это нарушение российских законов. Но Пушкову на это плевать. Главное, не допустить призывов к каким-то там митингам. Главное, не допустить оппозиционных взглядов. Главное, зачистить свободомыслящую площадку. Вот о чем он говорит. Ему плевать на соблюдение законов. Это сквозит в каждом слове. Мы говорим, вы подчиняетесь. Законы, судебная система остаются в стороне. Совет Федерации, как и Государственная Дума, это законодательные органы, которые не могут указывать, какие решения примут судебные инстанции. Пушков об этом не догадывается. Он считает себя представителем элитки. И есть реальная функционирование этой системы гнилой, на мой взгляд. А есть то, как она прописана в законодательных актах, в Конституции, в той же. Эти чиновники, такие как Пушков, ему подобные. Им плевать на разделение властей. Им плевать на Конституцию. Им плевать на логику, в которой работает Ютуб. Они не пытаются с ним договориться. Они ищут поводы, чтобы его подвергнуть блокировке. Что такое, давайте разбираться по конкретике, что такое ограничение трафика? Сейчас вы можете смотреть ролики Ютуба в разном качестве. В более низком, среднем, или высоком, или очень высоком. Например, я делаю ролики только в качестве 720p. Это весьма среднее качество. Если вы смотрите меня с плохого интернета, или просто хотите экономить трафик, вы можете смотреть мои ролики в более низком разрешении. Ведь главное не то, что я показываю, а главное то, что я озвучиваю. Все важные вещи я проговариваю вслух. Если только вам важно убедиться, что я не придумываю, что я не беру новости из головы, а что я цитирую конкретные информационные источники, я их специально для этого обязательно демонстрирую на экране. Но, в принципе, смотреть на экран, когда вы меня слушаете, не обязательно. Главное то, что я рассказываю. Поэтому мои ролики вы можете смотреть в самом низком качестве. Это можно выбрать в настройке. Нажимаете под видео на шестереночку, там выбираете качество, выбираете самое низкое качество. И у вас снижение трафика, так называемого, благодаря снижению качества видео, снижение трафика останется для вас незамеченным. Снижение трафика, замедление скорости работы интернета. Чем выше качество, тем больше информации нужно успеть скачать. Если вы переключаете режим просмотра видео на более низкое качество, соответственно, у вас не будет никаких проблем, и видео будут проигрываться в обычном режиме. Если они будут закручивать гайки дальше, я вам объясню, расскажу, как включать VPN-сервисы. Это специальные сервисы, и, слава богу, бесплатные, через которые вы будете заходить. И интернет будет уверен, что в него заходит не житель Москвы, или Воронежа, или Саратова, а житель Гамбурга, Брюсселя, или Берлина, или Калифорнии. И таким образом YouTube будет функционировать на нормальной скорости, как будто Роскомнадзора вообще для него не существует. Так что, в принципе, эти все моменты можно обойти. Но сама хамская, вероломная риторика российских чиновников, депутатов, членов Совета Федерации, медийных фигур, просто безумная и зашкаливающая. О блокировке оппозиционных каналов средств массовой информации никакого разговора вообще не ведется. Напротив, они говорят, вот там экстремизм, детская порнография, суицидальный контент. YouTube систематически, планомерно блокирует весь спорный контент. Но когда Роскомнадзор присылает запросы о том, что надо что-то удалить, он даже не проверяет, как это работает. Есть какие-то, ну какие-нибудь, например, учителя, которые увидели, что в каком-то ролике какой-то рэпер там что-то выкрутается, какие-то делает. И учителю показалось, что, наверное, это что-то неправильное. Учитель заходит на сайт Роскомнадзора, пишет жалобу, ой, как плохо, срочно заблокируйте этот ролик. Роскомнадзор думает, да, заблокируем этот ролик. Никакой экспертизы не проводится. 71 тысяча материалов, вот здесь пишет Пушков, с 2012 года была зафиксирована 71 тысяча материалов с детской порнографией, призывами к экстремизму, с суицидальным контентом. Когда вы это утверждаете, вы экспертизу проводили? Это голословные утверждения. Пушков лжет, когда он это говорит. Он настоящий фейкомет, самый настоящий и отъявленный, несмотря на то, что его пересказывает, цитирует ТАСС. Если нет экспертизы, мы не можем голословно это утверждать. Когда Ютуб получает требование удалить тот или иной контент от Роскомнадзора, уже Ютуб разбирается. А вообще за этим есть какое-то основание, потому что Ютуб все-таки заинтересован не только сапоги поцеловать у российского государства, у Роскомнадзора, прокуратуры там и других наших силовых ведомств. Нет-нет-нет. Ему важно, чтобы крутилась информационная работа, чтобы люди делали видео, чтобы они их загружали, чтобы они могли заработать на монетизации, и чтобы платформа тоже стабильно зарабатывала на монетизации. Она заботится о производителях контента, о создателях контента, таких как, например, я или там Максим Шевченко, Николай Бондаренко, любой политический обозреватель, любой обозреватель автомобилей, электронных гаджетов, туристических или там различных житейских аспектов. Любой блогер для Ютуба ценен. И Ютубу важно не только соблюдать законы, но и сохранить максимальное число создателей контента, благодаря которым Ютуб и зарабатывает. Так вот, когда Ютуб проводит проверку, и оказывается, что учителю или какому-то силовику, или студенту-юристу, у которых заставляют подобные жалобы строчить просто ради зачета, оказывается, что им показалось. И Ютуб отклоняет эту жалобу. И он всегда аргументирует, почему так было сделано. Пушкову, Соловьеву, Симоньяну, им на это плевать. Есть у нас закон о фейковой информации, но он работает только против оппозиции. Федеральное телевидение и официальная пропаганда, такие как Пушков, такие как Симоньян, такие как Антон Красовский, вот это вот вся братья, им можно, им можно придумывать фейки, всякие безумные истории, материться в эфире своих Ютуб-каналов, что они делают. Это нормально считается, никаких проблем у них не возникает. Попробуют что-то подобное сделать оппозиция, тут же зацепят, тут же начнутся разборки. Вот конкретная ситуация. Близко я вам крупным планом кадры показывать не буду, потому что как раз на Ютубе они могут быть заблокированы. Я уважаю правила Ютуба. В Москве прошлой ночью прошло массовое побоище, массовая драка футбольных фанатов. Играют Спартака ЦСКА, как это водится, в Москве уже с ночи началась фанатская движуха. Пока мы спали, в столичном Нижегородском районе бились полторы сотни фанатов этих двух клубов. Таких крупных массовых драк, кстати, в Москве не было уже очень давно. Около 150 болельщиков армейцев и мясных сошлись в рукопашную в районе Орехово-Зуевского проезда сегодня в 2 часа ночи. В поединке участвовали бойцы всех известных фирм. Я их даже не буду зачитывать. Говорят, если прочитать последнее предложение вслух, можно передать шифровку прямо в штаб гестапо в 43-й. Кстати, несмотря на то, что местные жители оборвали телефоны полиции с жалобами на громкие крики и шум, патрульные приезжать не спешили. А как только через некоторое время на горизонте все же заблестели мигалки, собравшиеся плавно рассосались по окрестным улицам. По итогу полиция не задержала вообще никого. Новый тренд в МВД. Дальше еще веселее. Полиция Москвы гордо опровергает драку между несколькими фанатскими группировками, которая произошла сегодня ночью в Нижегородском районе столицы. По словам представителей ГУ МВД по Москве, информация, размещенная на некоторых интернет-ресурсах и в ряде СМИ, а якобы имевшие место драки на юго-востоке Москвы, не соответствуют действительности. Впрочем, их слова легко опровергают видео, снятое сегодня ночью жителями одного из домов в Орехово-Зуевском проезде. Я, кстати, это вот видео, которое вам частично немножечко показал, репостнул и в свой Телеграм-канал. Кому интересно, можете зайти убедиться. Там на самом деле была массовая драка. И настоящие фейкометы здесь уже не какой-то там Алексей Пушков, а целый ГУ МВД по Москве, которая отрицает явно произошедшее преступление, причем массовые преступления, массовые беспорядки. Драка, кстати, была заранее спланирована. Это был своеобразный спор из-за фанатских граффити, а не на фото. Победитель драки исправил рисунок под себя, а теперь там красуется надпись про мясо. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не митинговало. То есть на самом-то деле в Москве произошла массовая драка футбольных болельщиков. А, во-первых, почему после такого длительного перерыва молодежь начинает опять драться по таким пустяковым поводам? Что происходит? У людей уже просто неконтролируемый выброс и агрессия, им нужно ее хоть куда-то канализировать. Второй вопрос. Почему полиция не начинает расследование, разбирательство? Местные жители не могли спать. Они, в конце концов, переживали, что молодые парни горячие головы, ну, зачем убивать-то друг друга? Ведь кто знает, чем это могло кончиться? Вроде все закончилось хорошо, но ладно, через месяц ситуация повторится, уже закончится нехорошо. Для этого же нужно проводить какую-то работу профилактическую. Общаться, разбираться с лидерами движений. Может быть, какие-то там административные штрафы хотя бы назначать. Что-то надо делать. ГУМВД говорит, не, ребят, вам вообще показалось. Мы расследовать, разбираться вообще не собираемся. Как это понимать? Это халатность? Преступная халатность? Это отказ от исполнения прямых должностных обязанностей? Это фейковые новости? Если видеофиксация, мы... Вот это то же самое, что было на выборах. Пачками со всей страны приходила информация, даже фотографии, даже видеоматериалы, как сотрудники избирательных комиссий вбрасывали пачками бюллетени, как они проводили разного рода предвыборные, выборные манипуляции, махинации, как они украли у народа право голоса, право выборов, а потом нам пропагандисты рассказывали, это компьютерная графика, этого ничего не было. Это настоящее откровенное преступление. Не только драка массовая, не только воровство голосов, не только загрузка там на YouTube каких-то неправомерных материалов, но фейковые новости это тоже преступление. Покрывание вбросов на выборах это тоже преступление. Отказ расследовать массовую драку это тоже преступление. Откровенные преступления путинской системы. И Путин, и депутаты, и чиновники, все, кто за этим стоит, рано или поздно дадут свой ответ. Как минимум перед судом истории, как максимум, перед самым справедливым и честным народным судом граждан России, а кто знает, может быть граждан возрожденного СССР. Друзья, вместе мы сила, вместе прорвемся. Надеюсь на вашу активность. Ставьте лайки, делайте репосты, пишите длинные комментарии, как считаете, вот удастся ли Пушкову и Роскомнадзору перебороть наш замечательный YouTube? Высказывайтесь. Спасибо за активность, до новых встреч, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова